Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Татьяна Сандул. И вначале коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. В поиске мужчина осложнялись тем, что он не мог указать точное место, где он находится. Заблудился в тумане и сбился с пути. Каннские сотрудники полка ДПС помогли водителю, машина которого застряла в снегу в сильный мороз. Накануне появилась оперативная видеоспасательная операция. А по лестничной площадке вообще нельзя пройти. Там так и едешь южно. Жильцы одного из многоквартирных домов по улице 40 лет Октября устали от холода. Лестничные площадки в их подъезде каждую зиму заметают снегом, а с потолка свисает иней. Предельная стоимость этих работ составляет по каждому из зданий порядка 6,5 миллионов рублей. Проблемные многоэтажки на контроле администрации Каннска. Так бывшее общежитие Наурицкого 47 и Крестьянской 28 удалось продвинуть в очереди на капремонт. Инженерные сети там отремонтируют уже в ближайшие год-два. 7 лет лишения свободы. Такой приговор городской суд вынес отцу-садисту. 31-летний мужчина систематически истязал годовалого сына и причинил тяжкий вред здоровью по неосторожности второму двухмесячному ребенку. Напомним, об этом стало известно осенью прошлого года. Обнаружил это медицинский работник при патронаже новорожденного ребенка. Следователям удалось доказать факты и в настоящее время вынесен приговор. С мая по сентябрь осужденный, находясь в алкогольном опьянении, систематически избивал среднего ребенка, не желая слушать его детский плач. Он требовал замолчать малыша, нанося удары по лицу и в область ягодиц, причиняя ссадины и кровоподтеки малышу. А в один из своих запоев он взял на руки двухмесячного сына и выронил его. Новорожденный, падая, ударился головой о кроватку и рухнул на пол, получив при этом закрытую черепно-мозговую травму. Однако, как удалось выяснить следователям, страдали от рук отца-садиста не все дети. Старшую дочь он не трогал. Мать детей лишена родительских прав решением суда. В настоящее время также оспаривает и данные решения. Дети помещены в детские учреждения города Каннска и Красноярска. За совершенные преступления, с учетом признания вины, смягчающих обстоятельств наличия у данного родителя одного ребенка, девочку, которую он очень любил, данное обстоятельство признано смягчающим, с учетом всей совокупности обстоятельств ему назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет. Оказалось, что мужчина незаконно собирал, изготавливал и хранил у себя наркотики растительного происхождения. В итоге за тяжкий вред здоровью новорожденного его наказали исправительными работами. За истязание двухлетнего сына приговорили к 4 годам. За изготовление и хранение наркотиков 4 года. 7 лет он получил за совокупность преступлений с учетом смягчающих обстоятельств. По иску прокурора в пользу пострадавших детей с мужчины была взыскана компенсация морального вреда. 60 тысяч рублей на старшего и 300 тысяч на младшего ребенка. Сбился с пути. Каннские сотрудники ДПС спасли мужчину, заблудившегося из-за неправильных указаний навигатора. Ситуация произошла поздним вечером на трассе в Каннском районе, когда столбики термометра опустились ниже минус 40 градусов. Татьяна Блинкова с подробностями. Это уже счастливый конец путешествия 40-летнего жителя Каннска, который в морозы оказался заложником в собственной машине. Мужчина следовал из Таежного в сторону города, но из-за неверных указателей навигатора свернул не на ту дорогу и заблудился. И без того экстремальную ситуацию осложнил туман. Спускаясь с горы, мужчина не заметил поворота и застрял в сугробе. Попытки самостоятельно справиться с проблемой или дождаться мимо проезжающей машины не увенчались успехом. Поэтому он принял решение вызвать полицию. Незамедлительно ему на помощь был направлен ближайший автопатруль. Поиски мужчины осложнялись тем, что он не мог указать точное место, где он находится. При обследовании возможных путей движения автомобилиста мужчина был обнаружен более чем в 30 километрах от города Каннска. Сотрудники ТПС нашли застрявшую машину, но автолюбителя в ней не обнаружили. Оказалось, что он пошел на свет фонарей, надеясь выйти на людей. Полицейским пришлось вычислять, где может быть пострадавший, обследовать возможные пути его движения. И через какое-то время все получилось. Замерзающий водитель был найден. С помощью буксировочного троса они вытащили автомобиль и помогли водителю поменять пробитое колесо. А также проводили его до города. Татьяна Блинкова по материалам межмуниципального отдела МВД России Каннский. А между тем, десяткам семей из Каннска не скрыться от холода и непогоды даже в собственном доме. В их подъездах идет снег, а на лестничных площадках наметают сугробы. Жильцы общежития по адресу 40 лет Октября, 33А, выложили в интернет видео, кадры которого запросто могли бы стать началом любого апокалиптического фильма. Почему люди живут в таких условиях, выясняла Анастасия Мосина. Ступеньки, глядишь только и упадешь сейчас вот, разобьешься напрочь. Обледеневшие стены почти нулевая видимость. Лестничные пролеты под толстым слоем снега. Кругом темень и холод. И это не заброшенное здание, а подъезд Каннской пятиэтажки. Трудно поверить, но в таких вот условиях живут десятки семей. Тот, кто решит зайти в этот подъезд погреться, будет очень сильно разочарован. Здесь точно так же холодно, как на улице. Изо рта идет пар, а за перила лучше не браться, если не хотите обморозить руки. Это сейчас вот смели техничечка, это столько она вынесла снегу. На потолке и вот здесь все было, техничка все каждый день скребет. А по лестничной площадке вообще нельзя пройти. Там так и едешь юзом. Преодолеть заснеженный коридор и не подскользнуться под силу далеко не каждому. Жильцы вынуждены ежедневно проявлять чудеса эквилибристики. А пенсионеры и вовсе стараются не покидать своих комнат без острой необходимости. Валентина Морозова говорит, такой вот апокалипсис повторяется здесь каждую зиму. Пару лет назад женщина сломала на лестнице руку. Три месяца просидела на больничном. Было скользко, гололед был. Я поскользнула, шла на работу, сломала плечо в 2015 году. Вот. И сейчас так не ходишь. Раз сходишь за хлебом, больше боишься выйти на улицу. Состояние общежития, говорят люди, становится только хуже. Там, где должны стоять батареи, шуба и снега. Несколько лет назад в подъездах попросту обрезали отопление. У нас батареи нет. У нас вот улица. Всё у нас даже, говорю, вот, даже двери не закрываются. У нас потому что некому ничего это сделать. В пятиэтажке уже сменилось несколько управляющих компаний. Нынешняя тоже мечтает отказаться от проблемного дома. Причина – низкая платёжеспособность жильцов. И таких зданий в Каннске больше двух десятков. Об одном из них мы рассказывали на прошлой неделе. Общежитие Наурицкого тоже покрывается льдом. Между тем, ремонт инженерных сетей запланирован только на 2042 год. Чтобы не допустить ещё больших проблем, чиновники попросили продвинуть дом в очереди на капремонт. Перенос будет производиться. На 2019 год будет выполнена проектно-сметная документация по производимым работам. На 2020 год – ремонт этих работ. В свою очередь, администрация города, естественно, будет принимать все меры, чтобы это происходило как можно быстрее. И всё-таки запланируем. Опять же, это не только от нас зависит. Значит, запланируем, чтобы всё-таки в конце текущего года приступить там к работам. Ускорить процесс под силу и жильцам проблемных домов. Для этого нужно объединиться с управляющей компанией и провести все необходимые экспертизы. Как было сказано в сюжете, общежитие Паурицкого удалось продвинуть в очереди на капремонт. Более года и управляющая компания КЖС-1, и специалисты управления строительства и ЖКХ администрации Канска занимались сбором необходимых документов. Пришлось даже провести экспертизу состояния дома, которая показала, что состояние его критическое. Из-за коммунальной аварии, которую устранить полностью не удается уже достаточно продолжительное время, здание разрушается и стоит, по оценке специалистов, только благодаря тому, что имеет свайный фундамент. Аналогичное состояние дома по адресу Крестьянская, 28. Это общежитие также требует срочного ремонта. Эти два здания стояли на ремонт на 1942-1944 годы. Имеется в виду инженерные сети. Потому что на сегодняшний день самое критичное – это инженерные сети. Это значит холодное и горячее водоснабжение, канализация полностью. То есть стояки, подвал, места общего пользования. Предельная стоимость этих работ составляет по каждому из зданий порядка 6,5 миллионов рублей. При этом в администрации Канска нам рассказали, что собираемость платежей в этих двух домах крайне маленькая. Порядка 15% всего накопили жильцы в региональном фонде капитального ремонта. 1 миллион на счету дома Паурицкого и около 900 тысяч рублей на счету Крестьянской, 28. Низкая платежеспособность жильцов – один из отрицательных факторов, который приводит дома в упадок. Скорректировали планы по капремонту домов в правительстве Красноярского края. Там состоялось совещание под председательством заместителя министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края. Специалисты рассмотрели 8 пакетов документов с обоснованием переноса срока капремонта на более раннее время. Решено было перенести ремонт в двух домах в Канске с 2044 на 2019 год. Ремонт крыши в двух домах в Назарове. Сдвинулись сроки замены лифтового оборудования в Минусинске в одном из домов. Еще по четырем пакетам документов комиссия приняла отрицательное решение, не увидев необходимости в переносе сроков ремонта. Сразу после короткой рекламы расскажем о том, какие мероприятия провели сотрудники полиции во Всемирный день безопасного интернета. Какой из СУЗов города попал в пятерку сильнейших учебных заведений края и благодаря каким показателям. Также вас ждут новости спорта и много другой полезной информации. Не переключайтесь. Год новый, а планы старые. Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Кредит в Банке Восточной. До миллиона на ваши планы по ставке 9,9%. Чтобы успеть больше в новом году. Я подарю тебе букет из цветочного рая Магнолия. Ведь я ищу для тебя нечто особенное. Только здесь я найду букет, сделанный с любовью. Огромный выбор, низкие цены и всевозможные акции к праздникам. Цветочный рай Магнолия. Герцена 7К. Московская 41 и 40 лет Октября 62Б. Также вы можете заказать букет по телефону. Круглосуточно. Купить собаку – это единственный способ купить любовь за деньги. Люди часто хотят завести питомца, но не знают, как выбрать. Передача «Собачье дело» познакомит вас с разными породами собак, от самых известных до самых редких. «Собачье дело» смотрите каждый вторник в 19.20 после выпуска новостей на пятом канале. Вы смотрите новости. Мы продолжаем выпуск. Завтра, 6 февраля, выйдет в свет очередной номер газеты «Каннские ведомости». Помимо актуальной информации, на ее страницах вы найдете и программу пятого канала. В свежем номере газеты «Каннские ведомости» новая рубрика «Лицо с обложки». Расскажи свою историю на первой полосе. Жители Каннска, живущие в домах с газовым оборудованием, не спешат заключать договоры со службой газа на техническое обслуживание. К чему это может привести? Дороги, отходы, комфорт. Каннск ждут позитивные изменения в этом году. Эстафета универсиады 2019 в Каннске. Репортаж с места событий. В рубрике «Хочу спросить» ответ на вопрос о льготах на вывоз мусора. Хороший пловец всегда боец. О ветеранском движении и мастерс на спортивной страничке. Также вас ждет рубрика «В помощь тем, кто собирается усыновить ребенка», анонсы культурных событий, репертуар Каннского драмтеатра, сканворд, анекдоты, гороскоп и объявления. Каннский педагогический колледж вошел в пятерку лучших образовательных учреждений Красноярского края по результатам федерального мониторинга качества подготовки кадров. Учебное заведение выдержало конкуренцию 116 среднеспециальных и 16 высших учебных заведений региона. В этом году более 4,5 тысяч учебных заведений страны, работающих по программе среднего профессионального образования, предоставили данные о своей деятельности для ежегодного исследования. По его итогам специалисты определили топ-500 сильнейших образовательных организаций России. Пять из них из Красноярского края. Оценивали аналитики по 124 категориям. И во всех из них Каннский педагогический колледж показал хороший результат. Этот рейтинг нам дает возможность посмотреть на себя как бы со стороны, понимаете? Одно дело, когда ты здесь живешь, работаешь, долго работаешь, глаз, грубо говоря, не по-научному никак, глаз замыливается, да? А приходит человек со стороны или там организация со стороны говорит, нет, ребята, вы немножко тут, вот тут вы не дорабатываете, вот вы тут не доделываете. Вот у вас тут, ну, надо присмотреться, да? Вот здесь у вас хорошо, но это хорошо сегодня. А завтра это хорошо, может станет плохо, так? Так что имейте тоже в виду. Это очень хорошие такие, знаете, ну что ли, подсказки. В ряду сильнейших Панимаканского педагогического колледжа Винусинский педагогический колледж имени Пушкина, Красноярский педагогический колледж номер 2, Красноярский государственный медицинский университет имени профессора Война Ясенецкого и Красноярский фериал Питерского университета гражданской авиации. Безопасность превыше всего и в глобальной сети в том числе. Накануне Всемирного дня безопасного интернета Каннские полицейские напомнили молодежи о правилах поведения, которыми пренебрегать себе дороже. Встреча прошла в библиотеке имени Юрия Кисловского. В итоге получают, потом ничего не получают. То есть несколько случаев было в том году зарегистрировано, у нас таких, когда заказывали люди, например, айфон, сколько стоит, представляете, да, там айфон 6? Цена его? 1060. Ну да, 1060, например, стоит. Сотрудники полиции акцентировали внимание молодежи на различные уловки, используемые кибермошенниками. Рассказали, как с психологической точки зрения пострадавшие реагировали на рекламные баннеры, всплывающие окна, сайты с информацией о крупных выигрышах и, не подозревая обмана, переводили на счета преступников деньги за выдачу имприза. Кроме того, стражи порядка предупредили слушателей о том, как распознать преступное посягательство и не стать жертвой злоумышленников, а также разъяснили ответственность за совершение мошенничества. В завершении мероприятия полицейские поделились с ребятами секретами о своей профессиональной деятельности и вручили тематические памятки. Новости спорта. Каннские акробаты вернулись с соревнований, которые проходили в Новосибирске с 6 по 9 февраля. Ребята успешно прошли отбор на первенство и чемпионат России. Сборная команда Красноярского края, в которую вошли 17 наших спортсменов, заняла первое место в командном зачете чемпионата Сибирского федерального округа. Все они теперь готовятся ко всероссийским соревнованиям. На этом наш выпуск завершен. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что делиться своими новостями вы можете по номеру 2-35-65. А узнавать о происходящем не только в городе, но также в крае и в стране на нашем официальном сайте www.5kanal.info. Всего доброго, до свидания. Нет ничего неправильного в том, чтобы занять. Однако сделать это нужно как можно выгоднее. Народная мудрость. Самый распространенный способ получения нужной суммы – банковский кредит. Процентные ставки невысокие, однако потребуется собрать внушительный пакет документов. Начнутся звонки друзьям, коллегам и родственникам. Вся эта процедура займет очень длительное время. Если в банке кредит не дали, то можно обратиться в микрофинансовые организации или ломбарды. Здесь займ могут одобрить достаточно быстро. Правда, речь обычно идет о незначительных суммах, которые выдаются на короткий срок под высокий процент. Если увлечься и взять несколько займов по такие высокие проценты, то можно оказаться в ситуации, когда вся зарплата будет уходить на ежемесячные платежи, а основной долг при этом уменьшаться не будет. Наша героиня тоже взяла несколько таких займов. Так получилось, что взяла несколько микрозаймов. Мало того, что проценты большие, так еще основной долг не уменьшался. Попробовала перекредитоваться, но во всех банках получила отказ. Елена четко для себя решила не ждать, когда придут коллекторы и судебные приставы, а срочно выбираться из этой финансовой пропасти. Проконсультировалась с финансовыми специалистами и вместе составили план действий. Первое – найти организацию с минимальной процентной ставкой. Второе – ежемесячный платеж должен включать основной долг. Третье – не брать больше, чем необходимо для закрытия долга. Рукой помощи для Елены стал кредитный кооператив «Сберкнижка», а конкретно займ под залог недвижимости под 2% в месяц. «Сберкнижка» действует на основании свидетельства, выданного Центральным банком Российской Федерации. Для оформления займа необходимы документы на недвижимость и ваш паспорт. Каждый клиент может получить до 1 миллиона рублей сроком до 5 лет по ставке от 2% в месяц. Плохая кредитная история не учитывается, подтверждение дохода не требуется. Для меня очень важно, что с каждым платежом основной долг будет уменьшаться, а залоги делается лишь отметка. Я по-прежнему остаюсь собственником своей квартиры. Плачу даже меньше, чем раньше. Давно надо было так поступить. От 2% в месяц от 30 тысяч до 1 миллиона рублей на срок до 5 лет. Без подтверждения доходов, с просрочками по старым кредитам. 95% всех заявок одобряется. Доверяйте только проверенным организациям, таким как Кредитный потребительский кооператив «Сберкнижка». Телефон 2-98-98. Гадаловские ряды, вторая очередь, второй этаж. Офис 25. Смотри новости 5-го канала в социальных сетях. Подпишись на YouTube-канал. Будь в курсе событий нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова